В эти дни в областном центре проходит 13-й Тюменский цифровой форум Infotech 2020. Один из самых ожидаемых спикеров, федеральный эксперт по алгоритмам Big Data Артур Хачуян. Артур, у нас для вас есть несколько вопросов. Добрый день. Первое, хотели бы о чем спросить, что такое большие данные Big Data и чем они могут быть полезны в современном мире? Это набор подходов и алгоритмов, которые позволяют извлекать новые знания и, соответственно, инсайты для любого бизнеса из сверхбольших массивов данных. Это может быть применительно в огромном количестве сфер, от рекламы до, например, вопроса госбезопасности. Была такая информация недавно в интернете, что один достаточно известный российский банк вместе с системой 2GIS планирует начать отслеживать местоположение людей, отслеживать, где они совершают какие покупки и отсюда формировать определенные маркетинговые составляющие. Как вы считаете, возможно такое? Ну, как бы до Сбербанка это придумали еще на самом деле много кто. На рынке есть целый пласт компаний, которые занимаются геоинформационными сервисами и геоаналитикой. И в последние три года с развитием операторов фискальных данных, которые сейчас собирают чеки, отправляют их на уголы, появилась как раз-таки связка места покупки, типа покупки и вот подобные вещи. Так что, да, это на самом деле очень крутой способ провести рекламную сегментацию и так называемую персонализацию креатива. Когда с помощью подобных алгоритмов мы можем понять не просто кто совершает покупки где, но еще как с этими людьми правильно взаимодействовать. Правда ли, что в будущем поисковые системы могут начать формировать наше мировоззрение? На самом деле, эта проблема существует уже сейчас. И четыре года назад в угол ловили на манипуляции выдачи при выборе президента США. И даже сейчас, если зайти в любую поисковую систему, надо брать какой-то запрос, разные люди получат разные результаты. Естественно, это сделано с точки зрения именно персонализации выдачи для конкретного пользователя. Но, к сожалению, кроме как владельца самого поисковой системы, никто не знает, каким причудовым образом они принимают подобные решения. А насколько сейчас развиваются вот именно персонафицированные коммуникации? Или все-таки ставка делается на сбор массовых данных? Ну, ставка, естественно, делается на сбор массовых данных по причине того, что далеко не все рекламные платформы позволяют имплементировать все вот эти вот многочисленные переменные метрики и так далее. В основном сейчас вся реклама все еще крутится вокруг места, гео, пол, возраст, доход и так далее. Но алгоритмы достаточно стремительно развиваются, и рынок рекламных систем тоже достаточно быстро развивается. То, что есть сейчас, применяется в основном внутри каких-то сложных маркетинговых исследований. И да, это все равно анализ некой совокупности, потому что конкретно взаимодействовать с определенным человеком, обрабатывать его данные, это сложно, это околозаконно, и в этом просто нет коммерческой выгоды. Ты выступаешь модератором секции «Как захватить мир с помощью Big Data». Как это сделать? Ну, такой небольшой спойлер для тех, кто ждет завтрашней секции. Ну, как видно, я теперь буду онлайн, я постараюсь сделать это на максимально качественном уровне. У меня есть несколько кейсов в различных областях, которые показывают локальный и не только бизнес до цифровой трансформации с помощью анализа больших данных и после. Соответственно, просто на паре примеров для рекламы, застройщиков я покажу, каким образом с помощью анализа своих больших массивов данных они, собственно, извлекли дополнительную прибыль. У нас еще поступил вопрос от одного из читателей. Можно ли отучиться на аналитика вот именно больших данных, цифровых данных, и где и как это можно сделать? Естественно. Есть огромное количество, на самом деле, курсов и материалов. Я лично люблю оригинальные курсы Стэнфорда, они, правда, на английском языке достаточно сложны. Если говорить о российских вузах, компаниях, мне очень нравится то, что делает ШАТ, школа анализа данных Яндекса. Мне очень нравится, что делает факультет ФКН в высшей школе экономики. Например, университет Сбербанка из онлайн-платформ, не знаю, с Кьюфэктори, всевозможные вот такие ребята. Здесь вы должны понимать, что знания, они практически везде все одинаковые. Здесь важно именно не получение традиционных знаний с помощью каких-то курсов, а именно общение с комьюнити-разработчиков и попытка, собственно, сделать собственный проект. Ну, понятно, что в последнее время, если ты что-то ищешь в интернете, потом тебе везде будет, перед тобой везде будет всплывать вот эта реклама, там, будь ты искал что-то в Инстаграме или просто в поисковых, да, системах. Бывает иногда, что даже когда ты в телефонном разговоре что-то обсуждаешь, потом это вдруг появляется где-то, опять же, на этих платформах. Это совпадение или есть какая-то связь? Да, это совпадение, конечно, никто в реальном времени микрофона не прослушивает. Это как раз-таки выводы, которые сделали алгоритмы. Если мы видим подобное, скажем так, цифровое дежавю, это значит, что алгоритм, который предсказывает наше поведение, предсказал его относительно правильно. Ясно. Артур, еще вот такой вопрос. Что позволяют делать большие данные и чем они опасны, так скажем, для обычных людей? Большинство подходов по анализу больших объемов данных крутятся вокруг так называемого моделирования поведения пользователей и, соответственно, предсказания поведения пользователей. В чистом виде это не будет угрожать одному конкретному пользователю, но, к сожалению, из-за развития подобных алгоритмов можно получать данные привязки именно к конкретному пользователю. Это соцсети, это мессенджеры, всевозможные приложения. И, используя эту информацию, можно прослеживать и, собственно, перемещение пользователя и так далее и тому подобное. Поэтому хорошо, чтобы все сейчас очень быстро и сильно начали заниматься цифровой грамотностью. А есть ли какие-то способы сократить, минимизировать, грубо говоря, упоминание себя в различных цифровых платформах? То есть как это сделать? И можно ли вообще свою цифровую онлайн-историю подчистить? Сделать это, конечно, можно, но вы очень сильно пострадаете в удобстве, потому что вам придется отказаться от мобильных телефонов, от социальных сетей, от всевозможного удобства. И в следующий раз, когда вы решите на букинге забронировать отель в какой-нибудь стране на левую почту, созданную на секретном аккаунте, вам могут отказать. Почему? Потому что невозможно вас, собственно, идентифицировать. Поэтому, да, естественно, можно, как и 10, и 50-х сто лет назад, можно уйти жить в лес и не общаться с социумом. Здесь примерно то же самое. Так что живем и радуемся. Артур, вот ты выступаешь модератором секции. Ты впервые участвуешь вообще в форуме инфотех? Ну вот конкретно в форуме инфотех, да, но в Тюмени приезжают достаточно часто. Мне нравится и сам город, и то, насколько здесь достаточно высокая цифровая грамотность, как здесь все трансформировано, но очень много локальных бизнесов, которые вот именно смотрят в будущее. А для тебя участие в таких форумах, ну, дают какую-то обратную связь, или ты больше именно нацелена на то, чтобы людям какие-то новые алгоритмы работы дать? Или для себя что-то тоже узнаешь из практического интересного? Ну, естественно, да, как бы, и это работает и в одну, и в другую сторону, так как рынок настолько быстро развивается, что какими бы ты алгоритмами не обладал, как бы твой мозг все равно ограничить определенной пропускной способностью, и, соответственно, изучить все подходы, все алгоритмы во всех отраслях просто невозможно. А как ты считаешь, вот, ну, сейчас же очень многие дети, школьники, начинают уже тоже активно присутствовать в интернете, ну, там, понятное дело, что есть определенный родительский контроль, но, тем не менее, вот как на них вот уже эти большие данные действуют, как-то уже вычисляются их потенциальные потребности и так далее? Ну, на самом деле, во-первых, надо понимать, что у современного поколения вообще абсолютно другое мировоззрение, они не воспринимают мир как бы до цифровой трансформации и после цифровой трансформации, для них только существует общество цифровое, поэтому нам, к сожалению, и даже мне, да, родившимся в конце, там, 90-х, в начале, то есть в 90-х, мне уже даже не понять многих современных людей, собственно, это несет некую опасность, потому что люди достаточно, дети, достаточно легко отдают свои цифровые следы онлайн-платформам, но я сторонник концепции того, что это неизбежно, и нет смысла обсуждать, хорошо это или плохо, нужно просто обсуждать, как правильно этим всем, собственно, управлять, поэтому, конечно, нужно всем детям объяснить, что такое, да, там, интернет, что это действительно онлайн-среда, от которой ничего нельзя удалить, ну, вот подобные вещи. Стоит ли на секции, которую ты будешь вести, стоит ли посетителям этой секции ожидать каких-то лайфхаков, да, как им лучше использовать в бизнес-процессах большие данные и так далее? Ну, думаю, что с точки зрения бизнеса, да, потому что я планирую несколько кейсов разобрать, так что да. Понятно, что сейчас очень многие школьники тоже ориентированы как раз-таки на работу в цифровом пространстве, да? Может, ты готов дать совет, на что, на какое образование им лучше стоит обратить внимание, на какие курсы, может, какую-то литературу адаптированную пока почитать для школьников? Ну, насчет литературы не подскажу, просто есть реально очень много источников, я, к сожалению, за всеми русскоязычными переводами не смотрел, но общий совет, он следующий. Наш текущий рынок и будущее нашего рынка за мультидисциплинарными специалистами. Никому уже не нужен просто аналитик, просто математик, просто менеджер. Сейчас, как бы, как сказать, пик состыкованных профессий. Ты можешь быть маркетологом со знанием алгоритмов обработки данных, или, например, ты можешь быть журналистом, как у нас раньше была традиционная журналистка, сейчас у нас цифровая журналистка, когда мы берем данные, анализируем, потом пишем истории и, собственно, публикуем их. Здесь примерно то же самое, нужно найти свое пересечение. Найти его это очень сложно, так что могу посоветовать только начинать делать какие-то очень простые проекты, начинайте вести GitHub, заходите на Kaggle, решайте простые задачки, ну и, собственно, в процессе этого вы поймете, чем вы конкретно хотите заниматься. Большую часть времени, я так понимаю, ты проводишь как раз-таки в цифровом пространстве, да, вот работая над большими данными и так далее. Как ты, как сказать, когда ты делаешь паузу в этой работе, чем ты предпочитаешь заниматься, не знаю, побегать, почитать книгу, но есть ли какой-то формат такой, не цифровой? Ну, обычно, да, когда я работаю, я от одной работы переключаюсь на другую, но каждый день у меня есть, как сказать, неотменяемые полтора часа времени, когда я с собаками бегаю в лесу. Вот, их невозможно забронировать ни на один форум, ни на одно мероприятие, так что вот практически каждый день это происходит. И это, на самом деле, очень круто позволяет переключиться. Артур, спасибо, будем завтра смотреть вашу секцию онлайн. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое. Хорошо. Спасибо.